Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьевском направлениях. Продолжаются тяжелые бои на этих направлениях. В течение прошедших суток на этих четырех направлениях произошло более 40 боевых столкновений между силами обороны и оккупационными российскими войсками. На Балынском и Полесском направлениях здесь оперативная обстановка без изменений, все стабильно и контролируемо со стороны силы обороны. На Северском и Слобожанском направлениях тут враг нанес авиационные удары по городу Сумы, мы уже коснулись это. Также в районе Екатериновки, Сумская область, тоже авиационные удары наносились. Совершил многоминометные артиллерийские обстрелы более чем 10 населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях. На Купинском и Лиманском направлениях здесь враг активно продолжает наносить авиаудары. При этом наши защитники отбили 7 атак противников в районах Новоселовского, Нового Дянова и Западнее Деброво. Также в Луганской области и Луганской области и северо-восточнее Серебрянского лесничества неподалеку от Веселого Донецкой области. Вот в районе этих населенных пунктов расширские оккупационные войска пытались атаковать наши силы обороны. Все атаки были отбиты, противник понес потери и вернулся на исходные позиции. Успеха не имел. Бахмутское направление. Здесь у нас, кстати, самое интересное направление в том плане, что тут на одном оперативном направлении мы ведем контрнаступательные действия и ведем оборонительную операцию. То есть на разных участках этого оперативного направления ведутся боевые действия абсолютно противоположного характера. Итак, на Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии наши защитники отбили 9 атак противника. В основном расширсты атаковали Григоровку, в районе Григоровки, Богдановки, западнее Ягодного, Ивановского и восточнее Белой горы. Наши войска. Ну, в принципе, я вам уже рассказывал про вот эти качели, да, тени толкая. Но по Бахмутскому направлению можно добавить то, что, в принципе, посмотрев внимательно на карту, в общем, можно составить замысел Генерального штаба вооруженных сил Украины на Бахмутском оперативном направлении. И главный замысел состоит в оперативном окружении самого города Бахмут. Мы со всех сторон, вот с юга и с севера, обходим, постепенно обходим город. Нам это удается, мы продвигаемся. При этом мы стараемся еще, мы стараемся взять под огневой контроль те трассы, которые проходят в районе Бахмута. Это в основном дорога М-03 и дорога Т-05-13. Это основные пути снабжения не только Бахмутской группировки расистских войск в Бахмуте, но и группировки северо-западнее Бахмута. Взяв их под огневой контроль, мы фактически садим российскую группировку в огневой мешок. И тогда у них остается, ну, я уже объяснял, либо жест доброй воли, отход, либо мы будем их планомерно уничтожать, пока они не выбросят белый флаг. Также наши войска уже начинают проводить разведку боем в районе, в направлении Краснополе и Яковлевке, северо-восточнее Бахмута. В общем, если на карту посмотреть, это солидарское направление. То есть мы начинаем уже прощупывать или зондировать почву для продвижения на солидар. Кстати, если вы посмотрите на карту Дипстей, то становится понятно, что солидар может стать таким, я бы сказал, ключом к срезанию выступа севернее Бахмута. Вот этот весь большой выступ, если наши войска от Сиверска начнут движение в сторону солидара и от Берховки тоже начнут движение в сторону солидара, то мы фактически можем срезать вот этот выступ, который нависает с севера над Бахмутом. Вот такая вот обстановка, очень сложная в плане оперативного искусства, сегодня разворачивается на Бахмутском оперативном направлении. Далее, Авдеевское направление. Тут противник совершил артиллерийские обстрелы более чем в 10 населенных пунктов. В основном идут позиционные бои. Противник успеха не имел, но и мы, в принципе, не атаковали. Основной упор делается на артиллерию, на дистанционное поражение противника. Марьинское направление. Тут 15 атак было в районе Марьинки, самой Марьинки. Не оставляют противник попыток продвинуться в Марьинке хоть немного. Ничего не получается, все атаки, все 15 атак были отбиты. Противник понес потери и откатился на исходные рубежи. Стоит Марьинка, держится и является камнем преткновения для расширских оккупационных войск. Бердянское направление. Здесь тоже противник пытался контратаковать. Кстати, надо отметить, что тоже нестандартная тактика в ведении боевых действий расширскими войсками. Несмотря на то, что мы их выбили, Ревнополе уже наше, в Ремовский выступ мы срезали сегодня. Но противник собирает силы, перегруппировывает войска и гонит своих солдат в атаку. Не укрепляет оборону, не откатывается на рубеж, не пытается закрепиться. Нет, они идут в атаку. Они несут огромные потери, все равно перегруппироваются, все равно идут в атаку. Вот в данном случае на Бердянском направлении вот эти контратаки со стороны расширских войск на Ревнополе, ну это безумство. Но тем не менее они все равно атакуют. Буквально перед началом записи этого видеообзора поступило сообщение, в том числе от спикеров наших вооруженных сил Украины, что на Бердянском направлении мы продвинулись в глубину обороны противника аж на 2 километра. Что это произошло, какие населенные пункты были освобождены нашими войсками, где сейчас находится линия фронта. К сожалению, данных пока уточнений нету. Мы ждем от Генштаба более подробной информации. Но сам факт, я так понимаю, что это не просто продвижение в глубину обороны, это прорыв обороны противника на каком-то из участков Бердянского направления. Далее Запорожское направление. Здесь идут активные боевые действия. Мы продолжаем давить и продавливать, точнее, оборону противника. Противник пытается перегруппироваться и ввести в бой резервы на направлении от Васильевки до в направлении Пятихаток. Но все равно у нас преимущество и мы продолжаем движение. Имеем незначительный успех. Пытаемся закрепиться на вновь освобожденных рубежах. На вновь отбитых у врага позициях. Херсонское направление. Тут противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершает артиллерийские обстрелы. В принципе, вдоль всего Днепра 30 населенных пунктов за прошедшие сутки подверглись огневому воздействию противника. Начиная от Марганца Никополя и заканчивая Херсоном и его окрестностями. А вот в районе Антоновского моста продолжается, я бы сказал, даже ожесточенная контрбатарейная борьба. Российская артиллерия пытается сравнять, перепахать, перекопать там всю землю и выбить наши войска. В основном, я так понимаю, там силы специальных операций, скорее всего, находятся на левом берегу. Иначе почему бы туда била российская артиллерия и ракетные войска? Зачем туда прилетали эскандеры? По своим бьют. Friendly Fire демонстрирует. Нет. Ну и наша артиллерия не дает приблизиться вражеской пехоте, не дает даже приблизиться к вот этой развязке возле Антоновского моста. В общем, по пока что открытым источникам, но и частично подтвержденным официально, около 10 квадратных километров, 3 на 3 километра. Ну это образно говоря, может быть там 2 на 5 километров, не знаю, участок местности, который удерживает силы обороны Украины на сегодняшний день. И не удается уже сколько, больше недели существует, наверное, это тот, что мы знаем, что он больше недели существует. Вот, но врагу не удается, никак не удается нас оттуда выйти. Ну, я думаю, что не удастся. Это уже закреплено и застолбили наши силы обороны окончательно и бесповоротно. Далее, по оккупированным территориям. Здесь российские оккупанты продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права и используют детские учреждения, временно оккупированных населенных пунктов, для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. В этот раз населенный пункт Макарова Луганской области на территории детского оздоровительного лагеря российские оккупанты обустроили военный госпиталь на 100 койко мест. Госпиталь сразу же был заполнен под завязку. На всей территории лагеря сосредоточена российская военная техника и блокпосты. В непосредственной близости находятся жилые дома местного населения. Вот так вот они продолжают и переоборудовать гражданские объекты, и продолжают прикрываться, кстати, тем, что они находятся в детском лагере, и тем, что непосредственная близость жилых домов. Ну, мы не наносим удары по медицинским учреждениям. Мы с ранеными не воюем. Мы воюем с регулярной армией и наемниками Российской Федерации. Далее, похожая ситуация тоже в городе Лиман, Луганской области, где российские оккупанты переоборудовали под военный госпиталь детский оздоровительный лагерь «Елка», в котором на лечении тоже находится более 100 раненых оккупантов. Территория лагеря используется для хранения военной техники, и для, я так понимаю, там у них делают, еще и оборудуют перевалочную базу. Вот тоже вот такая вот, вот так вот используются такие детские оздоровительные учреждения. Авиация Силы обороны Украины за минувшие сутки нанесла 16 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава и техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения живой силы противника и техники, 26 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию радиоэлектронной борьбы противника. В целом Силы обороны Украины собрали следующий урожай. Личного состава врага ликвидировано 770 человек, техники ликвидировано танков 2 единицы, боевых бронированных машин 9 единиц, артиллерийских систем 32 единицы, реактивных систем залпового огня 6 единиц, средств ПВО 3 единицы, беспилотник, оперативно-тактического уровня 29 единиц и автомобильной техники 9 единиц. Вот такой вот урожай собрали Силы обороны Украины за прошедшие сутки. И такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну и в конце военной обстановки, как я и анонсировал ранее, хочу дать пояснение и поделиться той информацией, которая у меня есть, о почему служба безопасности Украины, почему здание СБУ было атаковано, а не какое-либо другое. Дело в том, что служба безопасности Украины с приходом нового начальника Василя Малюка, скажу так, что, во-первых, мы о ней начали получать информацию. Как-то ранее вообще не замечалось, есть она, нету, чем она занимается, какие операции проводит. Сейчас понятно, что она есть. Некоторые даже уже в народе начинают появляться даже такое словосочетание, как украинский МОСАД. И действует эта служба на всей территории Украины и в том числе на оккупированной ее части. Вот это очень важно. Если посмотреть задачи, которые эта служба решает на сегодняшний день, то это оперативно-боевые задачи. Я вам, кстати, про них рассказывал и сегодня еще расскажу. Очень интересные некоторые нюансы. Контрразведка, контрдиверсионные действия, антитеррористические действия, борется с киберугрозами, разоблачением агентов, предателей, коллаборантов, блокирует вражеские активы, участвует, дает рекомендации на введение санкций, если обнаруживает где-то какие-то каналы снабжения, финансирования или незаконного оборота, проводит стабилизационные мероприятия на освобожденных территориях. То есть, когда территорию освободили, сразу же туда они заходят. И что интересно, на сегодняшний день служба безопасности Украины разоблачила более 400 агентов, которые работали на российскую разведку. Вот такой вот они урожай собирают. Есть у них и боевая часть. То, о чем мы с вами ранее говорили, это центр специальных операций, а в народе все его знают как «Альфа». Это боевая единица СБУ, то есть подразделение, которое непосредственно ведет боевые действия. И вот скажу так, что на сегодняшний день из таких ярких операций центра специальных операций «Альфа» можно отметить это участие в ударе по Крымскому мосту. Не знаю, какую роль и место, но об этом даже, кстати, говорил и руководитель СБУ, Василий Малюк, что приложила наша служба безопасности, оказывается, руку к этой операции. Далее, атака дронами морскими, помните, Севастопольская бухта. Здесь, оказывается, наша служба безопасности Украины тоже руку приложила, причем есть у них даже специалисты уровня, я бы сказал, такого очень высокого уровня, который занимается и разработкой этих дронов, в том числе и морских. Аэродром «Мочулище», самолет А-50, помните, да? Тоже, там тоже след оставила служба безопасности Украины. Ну, я уже не беру подрывы врагов, коллаборантов на оккупированных территориях. То, что огневые удары, там понятно, это силы обороны Украины, в основном вооруженные силы Украины. Это ракеты, это реактивные системы залпового огня. А вот такие бавовны, которые не прилетают, а которые там случаются, когда взрываются коллаборанты возле подъезда, когда взрываются машины, опять же, с этими гауляйтерами российскими там. Ну, в общем, вот эта местная бавовна на оккупированных территориях, 90% оказывается служба безопасности Украины. Вот такая вот работа проводится. Вот именно, ну, наверное, поэтому. А Сумы у нас приграничный город. Там работы для СБУ непочатый край. Поэтому, скорее всего, и персонально Рашистская Федерация выделила дрон, который атаковал здание службы безопасности Украины в приграничном. Слава Богу, в Суму, я оговорился, извините, слава Богу, сегодня. Хотя, судя по обстрелам Сумской области, я бы, наверное, правильно все-таки сказал, что это действительно прифронтовой сегодня город. А тем более удар по самому городу, чего давно уже не было, скорее всего, и дает ему такой статус. Вот такая вот интересная информация попалась в ней, я решил поделиться. И с такими мыслями, вот именно, почему было атаковано здание из БУУ, почему там не здание каких-то других силовых структур. Хотя там есть, наверное, куча объектов.